Очаровательные, креативные и ответственные. Образ современной женщины ярок и многогранен. Это снова подтвердили участницы республиканского конкурса «Я – женщина». А награждение финалисток стало настоящим праздником красоты, обаяния и успеха. Красная дорожка, цветы, комплименты и незабываемые эмоции. Второй год подряд прекрасная половина Чувашии на истинно женском фестивале демонстрирует самые разнообразные таланты. Коллеги, мамы, бабушки, домохозяйки и бизнес-леди. Им подвластны любые сферы деятельности. Три года подряд крафтовые сыры Ольги Кошелевой завоевывают награды престижных всероссийских конкурсов. А начиналось все с хобби. Я много лет проработала врачом и потом менеджером фармкомпании. Последние годы работала в Москве. И четыре года назад у меня появилось новое хобби. Я начала варить сыр. И сначала угощала им родных, знакомых и коллег. А потом решила превратить это хобби в небольшой бизнес. Я вернулась на родину, сюда, в Чебоксары. И открыла здесь свою крафтовую сыроварку. В этом году Ордкомитет конкурса «Я – женщина» принял около 500 заявок из всех районов и городов республики. В кратких видеопрезентациях участницы рассказывали о себе, своем профессиональном выборе, семье и увлечениях. Я из тех людей, наверное, которые не умеют сидеть спокойно на месте. Люблю участвовать. Считаю, что наша жизнь бывает так коротка, и что нельзя ее просто так прожить. Ничем не занимаюсь, не интересуюсь. Работаю. Очень нравится мне моя работа. Поддержали меня тоже на работе в этом конкурсе. А так и занимаюсь детьми. Очень люблю танцевать. В этом году организаторы вдвое увеличили количество номинаций. Их стало шесть. На свои хрупкие плечи женщины берут не только образование и воспитание детей. Они строят экономику, работают на госслужбе и в правоохранительных органах, заботятся о безопасности дорожного движения. Так как я сама являюсь мамой трех дочерей, конечно, хотелось бы обратить внимание всех родителей на то, чтобы проводили соответствующую работу со своими детьми по соблюдению правил дорожного движения, вообще в целом по обеспечению безопасности дорожного движения. По сохранению жизни. 415 конкурсанток приняли участие в итоговом голосовании. Оно проходило на портале Народный контроль Чувашской Республики. Призывами отдать голос забаятельных участниц наполнились социальные сети и мессенджеры. В общей сложности в народном голосовании приняли участие почти 38 тысяч человек. Эти итоги и определили победительницы. Я хочу пожелать, наверное, самого главного всем нам. Любить и быть любимыми. И тогда нам вообще все ни по чем. Мы абсолютно все можем. Организаторы конкурса Министерства культуры, Союз женщин республики и фонд Перле уверены, что добрая традиция продолжится. И в следующем году конкурс с невероятной энергетикой добавит новые имена. И мы снова будем славить вечное имя женщины. Светлана Познякова, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Игорь Ульянов, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.